Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Волкова. Я рада вас приветствовать либо у себя на канале на YouTube, либо у меня на сайте мир-вановы.ру. Сегодня мы продолжим нашу работу по созданию своего шаблона для печати и экспорта для программы «Кростич Professional Platinum». И в прошлом своем уроке мы уже сделали целых три таблицы для стежков, для которых в программе предусмотрен патч для цветов. Это был крест, полукрест, бэкстич. Я вам показала, каким образом нужно проверять свой шаблон для того, чтобы выявить ошибки или недочеты. А сегодня мы продолжим заниматься таблицами для других типов стежков, для которых нет патча для цветов. Это будет французский узелок, длинный стежок, плюс мы будем создавать с нуля таблицу для бисера, поскольку бисер это не стежки, а уже некий элемент дизайна либо украшения. Итак, давайте же начнем создавать таблицу для французского узелка. И я буду переделывать таблицу для полукреста. Почему для полукреста? Потому что из полукреста легче сделать таблицу для французского узелка, либо из патчича. Каковы же наши дальнейшие действия? Ну, для начала мы преобразуем эту таблицу под таблицу для французских узелков. Далее я буду изменять содержимое таблицы двумя способами. Первый способ – это использовать опцию замены в Word. Второй способ – я покажу, как сделать содержимое для таблицы для французских узелков в программе Excel. Аналогично тому, как я создавала таблицу для креста в одном из своих предыдущих уроков. Итак, первое, что мы делаем, мы заменяем две строчки. У меня уже есть отдельный файлик, о котором я рассказывала, где у меня все нужные токены вынесены для того, чтобы удобно было работать, не искать нигде. Ctrl-C, Ctrl-V. И далее, что мы должны сделать? Мы должны удалить все столбцы под названием «Цвет», потому что патча французского узелка нет. Как это делать? Я навожу на верхнюю границу столбца курсор, вы видите черную стрелочку, выделяю столбец и на своей клавиатуре нажимаю кнопочку «Backspace». Итак, столбец у нас исчез. Аналогично я убираю все оставшиеся столбцы. Итак, столбцы я удалила. Далее мне нужно, применяя опцию замены, преобразовать содержимое этой таблицы. Итак, каким образом нужно преобразовывать? Давайте опять заглянем в таблицу для токенов. И мы видим, для того, чтобы у нас токены из полукреста превратились в токены для французского узелка, нам нужно буковку «H» заменить на буковку «F». Итак, давайте же это проделаем. Я кликаю на опцию замены и вставляю в верхнюю и нижнюю строчку. В верхнюю я вставляю буковку «H», а в нижнюю я вставляю буковку «F». Далее, что я делаю, я выделяю таблицу полностью, кликаю на нее и кликаю на опцию «Заменить все». Итак, программа у нас выполнила 657 замен. Это 219 умноженное на 3. То есть замена произошла корректно. Далее, как я вам уже рассказывала в первом уроке, информация по каждому цвету должна окаймляться символами 2 собачки. Поскольку мы столбец с токеном для патчей удалили, у нас собачки исчезли. Поэтому что нам нужно сделать? Нам нужно в каждый столбец символов перед токеном для символа французского узелка поставить 2 собачки. И мы опять будем пользоваться опцией замены. Я вот здесь уже внесла необходимую замену, и мы будем производить эту замену в каждом столбце отдельно. Итак, как это сделать? Нам нужно столбец выделить. Вот так выделяем двойным кликом и кликаем на опцию «Заменить все». Программа нам говорит, что у нас выполнено 73 замены. Итак, первый столбец мы изменили. Далее мы заменяем второй столбец. Как мы видим, 73 замены произошло, значит, замена произошла корректно. И далее мы заменяем столбец с символами номер 3. Итак, все необходимые замены мы сделали. Итак, теперь можно эту таблицу копировать и вставлять далее после таблицы с бисером. Но прежде чем мы будем это делать, я покажу сразу, как легко и просто из таблицы для французского узелка можно сделать таблицу для длинного стежка. Какие нам нужно сделать замены? Замены очень-очень простые. Нам нужно будет, если мы посмотрим на таблицу токенов, буковку S поменять на букву L просто. Вот здесь вот у нас находятся токены, которые у нас отвечают за длинный стежок. Поэтому здесь две строки меняем на эту строку длинный стежок и флонгс. И затем просто по всей таблице кликаем на опцию замены и меняем F на S. Я показывать уже не буду, по-моему, и так все ясно. Ну, что я еще предлагаю сделать с таблицами для французского узелка? Я предлагаю столбец с номером отцентрировать. На мой взгляд, так будет лучше. Ну, как отцентрировать, я вам уже рассказывала. Вот, итак, мы сохранили. Надеюсь, вы помните, что нужно сохранить под своим названием. И прежде чем мы будем вставлять эту таблицу в шаблон, в заготовку для шаблона, я вам расскажу о втором способе создания содержимого данной таблицы в программе Excel. Таблица для французского узелка у меня готова. Но прежде чем создавать эту таблицу, что нужно сделать? Нужно опять будет удалить столбцы с цветами, как я уже показывала. Заменить первые две строки. И лучше у нас таблицу сделать совершенно пустой. То есть я тут выделяю содержимое. И кнопочкой Delete я удаляю. И далее я работаю уже в Excel. Итак, давайте создадим таблицу для французского узелка. Она у нас состоит не из 12, а из 9 колонок. Поэтому таблица будет выглядеть несколько иначе. Итак, в первую ячейку мы ставим единичку и протягиваем эту ячейку на две последующие. Далее мы ставим двоечку и протягиваем на две последующие. Далее мы ставим троечку и протягиваем на две последующие. Итак, следующий шаг. Следующий мы во вторую ячейку первого столбца заносим формулу. Формула заносится так. Ставим равно. Левой кнопкой мыши кликаем на ячейку вверху стоящую и дальше прибавляем 3. После этого кликаем на кнопочку Enter и далее мы эту формулу распространяем на вторую строку сначала, а затем мы протягиваем наше выделение вниз на 73 строчки. Итак, протянули, все, нумерация у нас готова. Далее нам нужно вот в этот столбик занести всю необходимую информацию, касающуюся французских узелков. Давайте мы посмотрим на мою готовую таблицу, я просто отсюда скопирую, а вы посмотрите, какую информацию я буду вносить. Итак, в первой ячейке у меня стоит собачка, во второй процент, затем FS, FN, FST. И далее мы будем заполнять вот эти три ячейки при помощи формул. Итак, набираем равно, далее набираем на клавиатуре сцепить. После этого нам нужно ввести токен, который соответствует символу французского узелка. Но перед ним нужно внести две собачки, о которых я говорила. Итак, вносим символ двойной собаки, затем у нас идет процент, затем FS, затем у нас обязательно идет нумерация. Все это вводится через точку запятой, далее у нас идет опять процент. И далее мы закрываем скобочку. И для того, чтобы у нас затем можно было сформировать в автоматическом режиме таблицу, мы перед всеми текстовыми значениями ставим доллары при помощи функциональной клавиши F4. Все поставили, ввели. Все у нас первый столбец готов. В общем, работаем таким же образом, как я уже показывала в моем уроке о создании таблиц для креста. Я показывать не буду, я просто возьму эти две ячейки, скопирую свой новый файлик. Ctrl-C, Ctrl-V. Давайте посмотрим содержимое. Вот содержимое второй ячейки и третьей. Далее я все три ячейки выделяю и протягиваю на 9 ячейок строки. Самой первой. После этого я продлеваю строки вниз. Все, таблица для французских узелков волшебным образом готова. Далее что я делаю? Далее я эту табличку выделяю. Можно центрировать столбцы вот таким вот образом. Затем, если какой-то шрифт другой получился, ставим шрифт Arial и ставим размер шрифта, тот, который нам нужен, чтобы уже таблица для французских узелков в орде не переделась. Далее я Ctrl-C все это дело копирую. И далее я заношу в мою пустую таблицу французских узелков. Итак, Ctrl-C, Ctrl-V, содержимое таблицы я внесла. Все у меня таблицы для французских узелков готова. Я ее полностью копирую. Ctrl-A выделяю, Ctrl-C и вставляю в свой шаблон для печати. Итак, таблицу вставила. Все пересохранила. И далее нам нужно обязательно проверить, то, как наша таблица для французских узелков будет выглядеть в программе Крустич.Про. Я это буду делать, как всегда, на своей тестовой схеме, для того, чтобы выявить косяки, если они есть. Итак, перед нами окно предпросмотра. Как мы видим, у нас таблица с французскими узелками на месте. И я на всякий случай вывела формат PDF. Вот таким образом у меня выглядит мой ключ в формате PDF. И я еще сделала один ключик в формате PDF. Я столбцы с номерами не центрировала, а выравнивала по левому краю. Вот таким образом будет выглядеть ключик с выравниванием по левому краю. А вы делайте то, как вам нравится. Либо центрируйте, либо выравнивайте по левому, либо по правому краю. Ну и что, конечно же, нужно сделать? Нужно обязательно какой-то тип стежка удалить. И проверить, удаляется ли таблица с этим типом стежков. Поскольку у нас уже есть французский узелок, давайте попробуем удалить бэкстичи и посмотреть, как работает наш шаблон, если у нас в схеме совершенно нет никаких стежков бэкстича. Для этого я все выделяю. И есть у нас такая волшебная функция удалить бэкстичи. Итак, бэкстичи у меня удалились. И опять я просматриваю, каким образом у меня выглядит мой ключ. В окне предпросмотра. Как мы видим, в окне предпросмотра таблица с бэкстичами удачно удалилась. Ее нет. Поэтому шаблон работает корректно. И мы можем с ним работать дальше. Ну и сразу же скажу, каким образом из волшебной таблицы для французского узелка можно получить таким же волшебным образом таблицу для длинного стежка. Нужно просто вместо буковки S поместить латинскую английскую букву L. Итак, как только мы все дело поменяем, у нас таблица легким движением руки превращается из таблицы для французского узелка в таблицу для длинного стежка. Ну и далее мы проделываем те же самые манипуляции. Мы здесь меняем две строки, соответственно, строкам длинного стежка. И вставляем содержимое таблицы. То есть предполагается, что таблица у нас будет пустая. И перед вами таблица, готовая для длинного стежка. Но сейчас я ее вставлять не буду в свой шаблон. Я ее вставлю позже, после того, как вам расскажу о том, как создавать таблицу для бисера. А для бисера я создавала таблицу буквально с нуля. Итак, приступаем к последней таблице. Таблицы для бисера. Как я говорила, мне пришлось несколько повозить из таблицы для бисера. И сейчас я вам буду рассказывать, каким образом я с ней возилась в общих чертах. Можно сказать и так. Первое. Из скольких столбцов состоит наша таблица? Опять-таки из 9 столбцов и 75 строк. Единственное, что для бисера у нас нет количества нитей, у нас есть палитра. Я думаю, что этот столбец важен для бисера. Итак, какую таблицу создавать, мы поняли. Далее. А что же делать нам с регулировкой ширины наших столбцов? Как вы видите, у меня совершенно другие размеры столбцов. Почему? Потому что для бисера не существует блендов. Поэтому столбец с номером можно делать намного уже. А вот столбец с палитрой нужно сделать пошире. Для чего? Для того, чтобы у нас поместилось название какой-либо бисерной палитры. И для того, чтобы все учесть при создании таблицы для бисера, мы зайдем в программу Крустич.Про, откроем редактор палитр и посмотрим, какие же палитры для бисера есть в программе Крустич.Про. Итак, я открыла редактор палитр. И далее мы ищем наши бисерные палитры. У меня их много. Я, кстати, эти дополнительные палитры выкладывала на своем сайте. Вы можете их спокойно найти. У меня есть палитры бисера Милл Хилл отдельно, каждая палитра. И у разработчика тоже есть палитры бисера Милл Хилл. Но не советовала бы я ими пользоваться. Почему? Потому что у этих палитр очень некорректная нумерация. Посмотрите, у этой нумерации отсутствуют нужные нули. Поэтому давайте мы посмотрим мои бисерные палитры. Вот у моих бисерных палитр есть и название, и правильная нумерация. И далее, какие тут еще есть палитры. У меня еще есть Митсуки Делико. Тоже можете найти на моем сайте. Но мы будем ориентироваться еще на какую палитру. На Просиозу, которую вел сам разработчик. Натурального непрозрачного бисера и бисера Зольгаль, так называемого. И как мы видим, у него достаточно большое название. Название Просиоза Золгаль Шолк Дайт. И при создании уже моей бисерной палитры, что я поняла? Я поняла, что название палитры лучше будет, если оно будет располагаться на двух строках. Итак, сейчас мы с вами создадим таблицу для бисера практически в автоматическом режиме с нуля. Я уже создала новый файл. Выбрала тот шрифт, с которым работаю, размер шрифта. И поставила нужную мне разметку страницы. Проверяем. 1 см. Все нормально. Далее мы заходим во вкладочку «Вставка» и вставляем таблицу, состоящую из 9 столбцов и 75 строк. Автоподбор нужно выбрать по содержимому. Зачем? Затем, чтобы у нас потом наши столбцы по ширине сами выровнялись. Соответственно, той информации, которую я буду помещать во вторую свою строку. Итак, таблицу создали. Далее мы в первую строку вносим название наших столбцов. Какие названия нужно внести? Символ, номер, палитра. Первые три столбца и далее размножить на оставшиеся 6 столбцов. Итак, название внесла. Далее что мне нужно обязательно сделать? Далее заходим во «Всвойства таблицы» и изменяем поля. Уменьшаем их до 1 мм. Итак, поля я изменила. И далее мне во вторую строку нужно нести ту информацию, по которой у меня таблица выровняется сама. С какими столбцами я буду работать? Я буду работать с двумя столбцами. Со столбцами под названием номер и со столбцами под названием палитра. Итак, давайте вспомним, какие номера существуют у бисера. Обычно это пятизначный номер. Поэтому я в столбец под названием номер вношу какой-то пятизначный номер. Можно просто номер внести 999 и я вношу на всякий случай 6 цифр, чтобы у меня уже номер точно поместился. Далее я аналогичный номер вношу во все столбцы под названием номер. Все. Теперь давайте определимся, какую же нам информацию нужно разместить в столбце под названием палитра, чтобы у меня таблица все сама отрегулировала себя по ширине. Мне нужно внести самое длинное название палитры бисера, которое есть в программе Crosstitch Pro. Какое самое длинное название? Самое длинное название на английском языке это палитра пресиоза натурального матового бисера. Откуда взять это название? Я пыталась взять название из самой программы, у меня ничего не вышло. Поэтому свое название я взяла из папочки, где хранятся палитры для программы Crosstitch Pro. Хранятся палитры. По адресу этот компьютер, локальный диск C, программ Data, DP Software, Crosstitch Pro, Colors. И здесь можно выкопать все названия палитр. Но нам нужна палитра бисера пресиоза. Вот она здесь. И как мы видим, она действительно самая длинная. Итак, я таким образом кликаю по этому названию, чтобы у меня оно выделилось. Два раза нужно кликнуть левой кнопочкой мыши. Затем я ее копирую и вставляю во все столбцы с названием палитра. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V и Ctrl-V. Итак, как мы видим, в результате у нас название расположилось на две строки. Но меня это устраивает. Далее я обязательно что делаю? Я делаю автоподбор на всякий случай таблицы по ширине окна. Но она у меня и так по ширине окна. И далее я обязательно фиксирую ширину столбцов, чтобы у меня уже столбцы были именно этой ширины, которая у меня получилась в автоматическом режиме. Далее я удаляю содержимое второй строки. И далее я работаю с названиями столбцов. Уменьшаю шрифт до 9. Ставлю жирный почетнутый шрифт. Можно что еще сразу сделать? Я думаю, сразу лучше выровнять ячейки по центру. Все. Сама таблица у меня готова. Единственное, что я еще не уменьшила мою вторую строчку. Итак, вторую строчку уменьшила. Далее мне в эту таблицу можно внести содержимое. Откуда его взять? Самый простой способ взять из экселевской таблицы. Вот. У меня уже есть экселевская таблица. Ее можно легко и просто получить из таблицы, которую я создавала для французских узелков. Путем изменения содержимого вот этих трех ячеек. Давайте посмотрим, какие же нужно внести изменения в эти три ячейки. Нужно в третью ячейку внести изменения BDS, в четвертую BDN, а в пятую нужно внести значение токена, который будет нам отображать название палитры бисера. Выглядит он так. BDRNG. Можете проверить по моей помней таблице для токенов. Далее мне нужно эту таблицу выделить, Ctrl-C, и вставить таблицу для бисера. Итак, я выделяю и вставляю. Все, таблица для бисера у меня готова. И, как всегда, я вам покажу второй способ, как получить содержимое таблицы для бисера. Мы будем переделывать таблицу для французского узелка при помощи опции замены. Итак, что на что нам нужно заменить? Первое, что нам нужно заменить, нам нужно заменить букву F на две буквы BD. Итак, нужную информацию я внесла в свои строки. Далее кликаю на опцию «Заменить все». Все, программа у меня сделала соответствующие замены. Единственное, что она мне еще тут в двух строках заменила. Но мне это не волнует, в общем-то. И далее, какие мне нужно произвести все замены? Мне нужно в столбцах с нитями поменять токен. Какую информацию мне нужно ввести в первую строку? В первую строку я вношу информацию BDST, то есть мне надо токен для нитей поменять на токен для палитры бисера. А токен это звучит так, BD, RNG, большими буквами. Итак, я кликаю на опцию «Заменить все». Программа у меня говорит, что у меня произошло 219 замен, как раз только сколько мне нужно. Все, содержимое для таблицы для бисера у меня готово вторым способом. Его опять-таки копируем и вносим в таблицу для бисера. Итак, таблицу для бисера мы создали. И далее, что я предлагаю сделать? Далее я ее предлагаю отдельно проверить в программе «Крустич ПРО». Я ее сохраняю сразу в формате РТФ под каким-либо названием. Итак, каким образом я ее буду проверять? Я ее буду проверять специальным образом. Я назначаю основную палитру. Палитру бисера. Давайте начнем с пресиозы. Итак, находим, назначаю. Итак, я говорю «Ок». Ну и у меня автоматически палитра текущая поменялась на палитру бисера пресиоза. Далее мне нужно нарисовать бисер на моей схемке. Итак, бисеринки я нарисовала. Далее я захожу во функцию «Экспорт» в графический файл. И вместо шаблона я загружаю таблицу с бисером, которую только что сделала в формате РТФ. Итак, смотрим в окне предпросмотра, как у нас выглядит таблица с бисером. Да, вообще выглядит нормально. И обязательно нам нужно проэкспортировать формат ПДФ и проверить, все ли у нас хорошо в формате ПДФ. Итак, смотрим формат ПДФ. В формате ПДФ у нас тоже все хорошо, ничто никуда не съехало. Все расположено именно так, как нам надо. Ну и далее я предлагаю очень простым способом проверить все другие палитры бисера, с которыми вы, допустим, собираетесь работать. Как это сделать? Очень просто. Очень просто это сделать так. Заходим во вкладочку «Палитра» и изменяем в автоматическом режиме палитру. Давайте проверим палитру «Прасиоза Золбилшок». Итак, палитру я выбрала. У меня в автоматическом режиме поменялись все цвета. Опять я захожу в «Экспорт» либо в «Печать». Я могу при помощи опции предпросмотра посмотреть, как у меня будет выглядеть ключ уже с новой палитрой. Ну, посмотрите, тоже все нормально. Ну и давайте на всякий случай еще проверим палитру «Милхилл», которая у меня есть. Давайте проверим «Антик» или «Фростед». Все равно давайте «Фростед» проверим. Итак, выбираю палитру «Милхилл Фростед» и проверяю в окне предпросмотра. Ну что, «Милхилл» у нас тоже прекрасно смотрится. Вы можете еще попробовать с выравниванием столбцов поработать, например, выровнять его по левому краю. В принципе, меня все устраивает. Итак, что мы будем с вами делать в следующем уроке? В следующем уроке мы добьем наш шаблон до конца и обязательно его проверим. Поэтому до новых встреч, до новых уроков!